Парижская коммуна 1871 года Как прекрасной зарей коммунистической эры То есть началом эры перехода от капитализма к коммунизму Ну и в связи с этим сначала несколько исторических фактов А потом что полезного для нас и для современников Можно извлечь из этой коммуны Итак зима 1870-1871 годов была для парижан тяжелейшей, страшно голодной В народе росло возмущение, требования места народу, места коммуне Раздавалось все чаще Революционные силы консолидировались вокруг Центрального комитета национальной гвардии По сути национальная гвардия Парижа тех дней состояла по большей части из рабочих То есть это был вооруженный пролетариат И правительство Тьера, о котором предыдущий докладчик говорил Наконец спровоцировало восстание 18 марта Тьер приказал увезти с Монмартра и из других рабочих районов пушки национальной гвардии Отлитые на деньги, собранные парижскими рабочими Это стало сигналом восстания Солдаты отказались стрелять в народ Тьер бежал из Парижа в Версаль Туда же была выведена большая часть парижского гарнизона Вечером 18 марта над ратушей было поднято красное знамя Власть в городе взял Центральный комитет национальной гвардии Который объявил себя временным правительством И организовал выборы в коммуну Торжественно провозглашенную 28 марта В результате выборов в коммуну было избрано 86 человек Из них было 17 представителей крупной и средней буржуазии Которые отказались от мандатов Из оставшихся 68 человек рабочих было только 25 Политический состав коммуны Это 19 человек нео-якобинцы То есть партия мелкобуржуазных революционеров 17 человек бланкисты Революционные коммунисты-утописты 10 прудонистов и столько же левых прудонистов Коммуна представляла собой блок пролетарских И мелкобуржуазных революционеров В ней было 40 членов интернационала Но достаточно последовательных сторонников Маркса Было лишь двое Венгерский рабочий Лео Франкель И Агюст Серайе Знакомы с принципами марксизма Были еще несколько человек В том числе Эдуард Ваян Парижская коммуна, как вы знаете, просуществовала всего 72 дня Но за это время успела многое Полез многое для установления диктатуры пролетариата И то, что мы можем сейчас использовать Она успела сделать главное Сломать буржуазную государственную машину Создав государство нового типа Государство диктатуры пролетариата Уже 22 марта ЦК Национальной Гвардии Объявил ее вооруженной силой Тем самым уничтожил опору буржуазного государства Постоянную армию Заменив ее вооруженным народом Затем коммуна ликвидировала И префектуру полиции При этом обязанность обеспечения порядка И безопасности граждан Была возложена на резервные батальоны Национальной Гвардии 2 апреля был принят декрет Об отделении церкви от государства Мера первостепенной важности Декрет коммуны от 1 апреля Устанавливал максимальный оклад Государственных служащих Включая и членов коммуны В размере 6000 франков в год Что равнялось заработной плате Квалифицированного рабочего То есть никто в этом государстве Не мог получать больше Чем квалифицированный рабочий Кроме того Еще очень важно Отметить что Было установлено Что все выборные члены коммуны И все другие выборные Выборные должности Могли быть в любое время Заменены Если в этом возникает необходимость Далее Коммуна покончила С буржуазным принципом Разделения властей На законодательную И исполнительную То есть она Наши советы Потом воспользовались этим И именно так и действовали При советской власти Декреты и постановления Которые принимались На заседаниях коммуны Проводились потом в жизни Членами или Уполномоченными коммуны Руководившими Соответствующими Ее органами Коммуна Реорганизовала И судебную систему Положив ее основу Демократические принципы Равные для всех Суд Выборность Ответственность И сменяемость Судей Гласность суда И свобода защиты То есть Как и других чиновников Судей можно было В любое время Сменить Коммуна Уделяла большое внимание Улучшению положения масс Среди ее Первоочередных мер Запрещение продажи Заложенных В ломбарды вещей Запрещение Домовладельцам Выселять Жрецов Задолжавших Квартирную плату А затем Отмена долгов По квартплате За время С 1 октября 70-го года По 1 июля 871 года Поскольку Значительная часть Буржуазии Вслед за правительством Кера Сбежала из Парижа Поэтому Платить Некому было Коммуна 25 апреля Приняла декрет О ликвизации Пустующих квартир И заселении Жителей Реонов Подвергающихся Бомбардировке Версайской артиллерии В рабочей политике Коммуны Важнейшим вопросом Была борьба С безработицей Многие промышленные Предприятия Закрылись Из-за того Что их владельцы Сбежали из Парижа 16 апреля Коммуна Издала декрет Оброшенных И бездействующих Мастерских Который Поручал Создать комиссию По обследованию Мастерских И составить Проект Возобновления Работы В этих Мастерских С силами Занятых В них Рабочих Ярким Именно Социалистическим Прорывом Коммуны Стали Меры По установлению Рабочего контроля Над производством Его ввели В частности В национальной Типографии В почтовом Управлении В лорусских Оружейных Мастерских Коммуна Занималась Реорганизацией Системы Народного Образования Оно должно Было Стать Всеобщим Бесплатным Обязательным Светским И всесторонним То примерно Что и было У нас При советской Власти Таков Вот далеко Не полный Перечень Достижений Коммуны Ее положительных Уроков Которые Для нас Важны Но Не менее Важны Конечно Для нас И уроки Извлеченные Из ошибок Коммуны Роковая Тактическая Ошибка Допущенная В первые Дни После 18 Марта Не Принято Немедленное Наступление На Версаль Правительство Тера Получило Время Для того Чтобы Заключив Соглашение С оккупантами Просаками Собрать силы Для удара По революционной Столице 2 апреля Версальская Армия Пошла В наступление На Париж 3 апреля Отряды Коммунаров Выступили В поход На Версаль Но не взяли С собой Достаточно Количества Пушек Потому что Были уверены Враг Не окажет Серьезного Сопротивления Но Отряды Их были Разгромлены Известный Революционер Бланкист Гюстав Флоранс Командовавший Одной из колонн Был взят в плен И зверски убит Расстреляны Были также Захвачены В плен Социалисты Эмиль Дюваль И еще Два командира Национальной Гвардии Другая крупная Ошибка Коммуны Отказ От взятия Под свой контроль Национального Банка Тем самым Революционное Правительство Обрекло себя На огромные Финансовые И политические Трудности За весь период Существования Коммуны Национальный Банк Выдал ей Только 15 Миллионов Франков А правительство Тера За это же время Получило из него Свыше 257 Миллионов Франков Враги Коммуны Копались Не только В Версале Много скрытых Врагов Оставались В Париже Они шпионили В пользу Версаля Организовывались Саботаж В государственных Ведомствах Буржуазная Пресса С первых же дней Обрушила На новую Власть Лавину Клевиты Коммуна Недостаточно Энергично Боролась Против Происков Внутренних Врагов Когда Стало Известно О расправе Версальцев Со взятыми В плен 2 апреля Коммуна Приняла Декрет О заложниках Согласно Которому Каждое Лицо Увлеченное В сообществе С Версальским Правительством Подлежало Немедленному Аресту В качестве Заложника Эта Мера Вынуждала Версальцев На время Прекратить Расстрелы Пленных Но Когда Выяснилось Что Коммуна Не спешит С казнью Заложников Расстрелы Пленных Возобновились То есть Еще один Рок Коммуны Излишняя Гуманность К врагам Одной Из главных Причин Ускоривших Гибель Первого Правительства Диктатуры Пролетариата Было Отсутствие Сильной Максистской Партии Научной Теории Отсутствие В коммуне Единой Воли Она Представляла Собой Блок Нескольких Политических Сил Между Которыми Возникали Разногласия Постепенно В коммуне Сложилась Оппозиционная Группировка Состоявшая В основном Из пруданистов И поэтому В начале Мая Произошел Раскол На большинство Сторонников Твердой Власти Это Бланкисты Нео Якобинцы И меньшинство Опасавшиеся Усиление Диктатуры Пролетариата Это Пруданисты Но Бесконечное Словопрение Тратилось При этом Слишком Много Времени 21 Мая Версальцы Вступили В Париж В тот День Прошло Последнее Заседание Парижской Коммуны И ее Члены Разошлись По своим Округам Чтобы Принять Участие В баррикадных Боях Героическая Борьба Продолжалась До 28 Мая Когда Пала Последняя Баррикада И началась Кровавая Неделя Чудовищная Расправа Над Побежденными Захваченных В плен Сначала Расстрелили Без суда Не только Взрослых Но и детей 10-12 лет Иногда и младше Из них Тоже вырастут Коммунары Кричали Озверевшие Мясники Так Прозвали Версальцы Общее Число Убитых Брошенных В тюрьмы Сосланных На каторгу Составило Около Семей Десяти тысяч Человек А вместе Сбежавшими За границу Париж Потерял Около Ста тысяч Своих Лучших Сынов И дочерей Субъективный Фактор Ошибки То есть Ошибки Коммуны Ускорил Ее гибель Но сама Первопричина Поражения Была Объективной Коммуна Возникла В крайне Неблагоприятных Условиях В результате Блокады Парижа Версальцами И пруссаками Город Был полностью Отрезан От провинции Не существовало Никакой Возможности Установить Контакт А тем более Союз Парижского Рабочего Класса С крестьянством Необходимый Для победы Революции Сам Французский Пролетариат Был еще Недостаточно Зрел И организован Состоял Большей частью Из работников Мелких Предприятий Полуремесленного Типа То есть Революция Была Ранней Но тем не менее Уроки Ее Очень для нас Важны И кому Кто хочет Более подробно Ознакомиться С уроками Этой коммуны То читайте Владимир Ильич Алинин У него так Работа и называется Уроки Комуны И в заключение Хочу привести Слова Маркса Который Сказал О коммуне Следующее Бориш Рабочий С его коммуной Всегда Будет Честовать Как Славного Предвестника Нового Общества Его Мученики Навеки Запечатлены В великом Сердце Рабочего Класса Его Палачей История Уже Теперь Пригвоздила К тому Позорному Столбу От которого Их не в силах Будут Освободить Все Молитвы Их попов У меня Все А можно Вопросик Маленький Вы начали Что Парижская Коммуна Начала С тем Что Коммунары Соединились С представителями Национальной Гвардии Нет Ты неправильно Понял Меня Значит Национальная Гвардия Это Была Как раз Тем Органом Который Смог Эту Власть Взять И Из Состава Национальной Гвардии Под ее Руководством Была Созвана Коммуна То есть Выбраны Были Члены Коммуны Которые Создали Правительство Диктатуры Пролетариата Вот так Ну Я вопрос Наверное Чуть неправильно Сформулировал Я имел Ввиду В том Что Фактически Армия Стала На сторону Народу Это не армия Армия Регулярная Она Была За Тьерой И она С Тьером Ушла Версаль А это Как бы Ополчение Можно Национальная Гвардия Была Такая Национальная Гвардия То есть Как Ополчение Которое Вместе С регулярной Армией Сражалось Против Просаков Но Они Вместе Они Были Такие Регулярные У них Принцип Формирования Да Это Было Самостоятельное Формирование И Поскольку Оно Состояло В основном Из Рабочих Национальной Гвардии То Вот Такое Она Как бы Возглавила Это Накопившееся Недовольство Накопившееся В массе Народа Возмущение Возглавила Это Возглавила Это Восстание Которое Произошло 18 Марта И Организовала Правительство Которое Назвали Парижская Коммуна Вот Так Надо Понимать Так Вот Смотрите У нас Сейчас Армия Тоже Она Состоит Не из Аристократов А Цены Рабочего Класса Я к этому Веду Собственно Не только С пролетариатом С рабочим Классом Работать Организовывать Его И Будить В нем Социалистическое Сознание А В армии Тоже Потому что Там Большинство Трудящихся Может Лучше С армии Начинать Тогда Начинай Кто тебе Мешает У них Пушки Руки С ними Через Революцию Устраив Сразу Начинать Они Потом Туда Придут И Вооружат Конечно Не я спрашиваю У нас Сейчас тоже есть Без Организованного Пролетариата Ни о какой Революции Социалистической Нельзя Вести речи Нельзя Вести речи Не будет Ничего Пока Не будет Организован Пролетариат Пока Хотя бы Наиболее Сознательная Часть Не будет Проникнута Социалистическим Сознанием Без Этого Ничего Не будет Ни на что Надеяться Нельзя Поэтому Вся Работа Тех Кто считает Сеомарксистами Коммунистами Должна быть Направлена На организацию Рабочего Класса На воспитание В нем Социалистического Сознания Коммунистами Коммунистами